Мы продолжаем учение Таня с самого начала по порядок, находимся в 8 главе, 2 половина, 2 часть, страница 73 на русскоязычный перевод. После того, что мы учили вчера о двух видах поступки, которые вознаграждают нас в кавичках, о каких-то видах очищения, один струсит нас в гробу, а второй бросок, и еще раз бросок, как мы объяснили вчера, как это называется? Катапульта. Катапульта, да. То мы продолжаем сейчас читать разные виды поведения и на них разные виды очищения. Зачем нам рассказать про Аду? Вообще, это не хасидское дело. Хасидское дело отличается от линии, вид обучения, и по линиям есть такая очень древняя, серьезная и глубокая вид обучения, которое называется мусар. Что такое мусар? Мусар – это описание мудрецов, как человек должен вести себя, как человек должен стать, кем человек может и должен стать. И второй часть мусар – предупреждение, если человек грешит в чем-нибудь, какие суровые наказания накажут его грядущими. И через это человек может видеть и добро, и зло, и ставить себе в рамки. То есть, если он будет согрешить, то будет мучение такое определенное. А если нет, то будет другое мучение. А если он будет делать правильно, то у него будет хорошо, и так далее. Хасидот, Бальшемтов, вышли из этого системы, говорили, что это уже не адаптировано наше поколение. И действительно, когда мы угрожаем людей, вместо того, чтобы получить от них обратные связи, типа, хорошо, ты меня пугал, я осторожно отношусь, буду вести себя хорошо. Сегодня, наоборот, это отталкивает людей к депрессиям или к отрицаниям. Люди слабы. То есть, это не помогает. Обратно говорили Бальшемтов, это его линия. Хасидот, наоборот, надо обнять человека. Надо объяснить ему, как хорошо быть рядом со Всевышним, как хорошо учить Тору, как хорошо соблюдать заповеди. Не как мы сам. А тут в нашей главе увидим сейчас список всяких разных наказаний. Зачем? Ну, первый ответ и самый простой. Не надо пугать, не надо пугать, но иногда надо и тоже это писать. Тоже это надо писать. Иногда бывает так, что надо сказать, ребята, есть о чем поговорить. Вторая причина. Через наказание и вид наказания мы понимаем, как хуже, как плохо влияет этого греха на наши души. Почему? Потому что, когда вид очищения в огненный ад, значит, это влияет, это грех зацепило огненный час нашей души. Когда вид наказания идет в снежный ад, то это означает, что это коснулось, то есть напачкалось наша душа в сторону холода. И поэтому человек, который понимает практическую систему, практичная система очищения, не наказания, очищения, он изучает, из чего быть осторожным. После этого преступления давай почитаем и попытаемся в этих двух направлениях объяснить наше обучение. Овал. Ледворим ассурим. Кмо лейцонус в лошенгоре в каице бухен. Но не просто болтовня, как мы учили вчера, что для этого достаточно логкое наказание. А когда мы говорим о запрещенный вид разговора, например, говорит о непристойной вещи. Непристойной вещи. Или посмешивающей вещи. То есть шутки говорит. Или злой язык рассказывает о другом плохом. Ладно. Ладно. Извините. Не ладно. Не только говорит о чужой плохом, который он и делал, который является реально большой грех. Ну. Выдумывать плохого от другого. Даже правда от другого. Нельзя рассказать. Распространять злой язык нельзя. То есть этих трех вещей, которые мы встречаемся часто практически в каждом дне нашего жизни, они очень-очень-очень-очень плохи. Они относятся, что они не шоу лишь клипысят мысли гамрой. Они из трех клипот в абсолютной виде. Это как это называется? Катапульта. 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 Катапульта сама недостаточно очищать. Это недостаточно. И поскольку это недостаточно, нужно тут другое. Давай разберемся еще раз. Плохой, плохой речь. Идет речь, когда я говорю о непристойной виши. Которой надо сдержаться языком. Говорит об этом скромно. То есть это виши, о которой нельзя говорить. Нельзя произносить. Это понятно. Посмешивающие виши. Стендап. Ну тут есть нюанс. Если вы помните, в первой главе мы говорили, что животная душа, собранная из четырех элементов. Огонь, витр, вода, земля. А на витр что включено? Посмешивающие виши. Посмеяться. Посмеяться, оказывается, это касается, как животная душа из уровня клепат нога. Как это перешло уже на три клепота? КВН. А? КВН. Как раз КВН, это ни о чем не говорить. Просто посмеяться. Просто посмеяться, если это не на запрещенные виши. Это действительно клепат нога. Это как по пустякам валять. То же самое. Клепат нога это не ситраха. Ситраха, но ситраха в облегченный вид. Мы уже учили. Мы говорим сейчас о грехах, в которых требуется суровое наказание. Выдай аду. Мы сейчас будем учиться. То есть, получается, когда я высмеиваюсь и какой-то шутки рассказываю. Просто шутки. Ни злые виши, ни плохие виши. Это называется клепат нога. Это как есть кошерная еда. Разница какая-то. Здесь выражение. Ветренный человек. Ну да. Ветренный. Говорит глупости. Это клепат нога. О чем идет речь здесь? Какой вид смешные виши лейцанут, когда ты смеешься на другой? Вот это другого. Откуда я это знаю? Я это слышал в урок моего учителя Габзалмэн Гоппина. И он рассказывает, что его учитель Габзалмэхайм Кеслман был такой очень великий хосип. И он говорил всегда, что посмеяться просто это клепат нога. Посмеяться на чужой это грех. В этом нет оправдания. И третье. Когда я злой язык. Когда я услышал от чужого плохое вести. У меня к этому можно быть разные отношения. Первые отношения. Я должен относиться к этому с боль. И подумать, как я могу помогать моего друга выходить из этого положения. Лучше бы вы не слушать. Я уже услышал. Надо думать, что делать. Второй. Я иду и рассказываю другими. Мудрецов говорят, что когда я рассказываю другими. От чужого плохого поступка. Я делаю три грехов. Я порчу жизни. Той человек, который по нему рассказывал. Я порчу жизни себя. Себьей делаю плохо. Потому что я становлюсь плохой человек. Я порчу жизни тот, который меня слушает. Потому что я заставляю его грешить. Поэтому, что тогда. Какое видно казание на этих трех поступках. Ракцрихо лейрет ле ге генойм. Ге генойм это совершенно другая песня. Ад это другая песня. Что такое ад? Что такое геном? Геном. Геном. Это место настолько сильно мучает душу. Что когда врагам стало выбором. Между четырех лет. Четырехсот лет. Изгнания и рабства. Своего. Своих детей. В Египет. Или замена на много короткое время. В Аду. Ну. Авраам говорил. Вот. Давай. В Египет. Ад это не то. Еще раз. Не надо вот этого детского воображения. Что там дороговато. Какие-то черты. Занимается шишляком. Ну это. Мы не в детский сад. Мы не говорим в детский сад. Это место. Где очищают душу через мучения. Потому что по другому. Она не очищается. Это не место. Это вид очищения. А туда попадает всех кроме праведников? Туда попадает тех которые нужны в этом. Ну не дарятся. Нуждаются. Очищают душу. Сказать что я не. Как это не дарят. Как это не дарят. Для этого есть небесная судья. Небесная судья устроена из трех праведников. Трех праведников которые уже были в этом мире. Или души которые еще не дошли к миру. Но в основном это праведники которые уже жили в этом мире. Иногда это тех которые жили давно в этом мире. Иногда тех которые жили недавно в этом мире. и они определяют судьба каждого человека я считаю что ты я считаю что ты не должен попадать в аду это другой рассказ сейчас мы начнем идти в разных рассказах дальше и также кто но он не учится тору не только не учится тору и он занимается активно занимается попустико говорит нечем а им кафакела левадо и катапулта сама не помогает ему ленавшо и лимарко и лизакихо не хватает это его душа очищаться рак ой ношим хамурим суровой наказания шаманишим албитул тору бифротус который наказывает о не учене тору милвад ой нешаклоли лохол битул митвесеса нахамас атцлос бегеным шел шелег кроми когда я или человек не я не выполняет положительные обязательные заповеди приходится читать кэшма человек не читать чмо не на злость он просто спит а после того что он спал он встал чистил зубы пил кофе кужал какой-то пиложенка прогулался истекает время и у него лен поднят поднят руки и говорит шма и слава лен нет причины лен ему и за каждый такой день несказанного шмала лен мы говорим о лен не сказано шма когда ты не знал об этом это отдельный вопрос это не за этого не наказывали того что не виноваты не виноват от того что тебе на варкнут и виноват слушай ты думаешь что только тебе страшно что меня не страшно ты в руках есть как написано и что что я могу сказать хорошо так да 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 написано написано что очищение очищение обычного душа максимального сурового сурового наказания еврея грешной максимально год поэтому мы читаем за родители 11 месяцев и не 12 на каждый месяц но это только читание кадиш читание кадиш мы сокращаем количество мучения в аду и поднятая душа в раю так написано поэтому это так важно читать кадиш на этих 11 месяцев почему мы не читаем за родителей за за 12 месяцев не считать их конченых конченых грешников не наговаривать что не были конченые грешники поэтому мы читаем только 11 месяцев ну это только очень редкие редкие проблемы редкие люди очень-очень редкие то есть максимальная срок для для обычного грешника в аду это 11 это 12 месяцев поэтому мы мы понимаем что это время который дети учат дети учат тору благодаря за поднятая душа родители когда они делятся с другими угощения которые говорят лихаем за их душу когда мы читаем кадиш за их душу это помогает душу родители подняться вверху поскольку что они уже себе не могут исправить человек после смерти себе не может спасать спасают и меняется двое только людей живущие на земле человек который умеется он уже что делал на то делал и тогда она начинает получить свою награждение за заповеди которые она выполняла за не только которая не получила выходите за там раньше чем раньше времени да а почему когда нам лен и мы не выполняем положительные заповеди митва тасе куда куда попадает душу в снегный а снежный а почему снежный лен лен это обратно чем окна огнем огнем это живость иду делаю активничаю то есть когда белым грехов с желание получить наслаждение это огонь должен очищать огонь это не физически огня мы говорим о вид духовного огня и когда мы говорим о лен мы говорим о снежный снежный не означает снежный белый снег который есть в украину это не туда мы идем мы говорим об а а а духовный вид снегу который охлаждает душу от своего лен а что чувствует душа я еще туда не был не знаю написано где-то вот там написано но я не люблю это не моя тема не моя тема не моя тема не да вот здесь это будет очень интересно всем нам если человек будет учиться не еврейская мудрости это высчитывается как валяться дурака то же самое если валяться дурака для этого нужно попасть в аду определенный вид то же самое здесь что значит не еврейская мудрости сейчас пожалуйста давайте чуть-чуть чуть-чуть сдержитесь чуть-чуть тяжело сделать если письм и шекосов и лохиста лмутейро воод зоис есэротум оса шм хохохмас умо-исовиди-гилолим олтумас дворим беттейлин есть приемушвест в худшем положении из учения мудрости нееврейские мудрости над валяться дурака это хуже почему? что нормальный когда человек говорит глупости он напачкается чего? в своем витерное состояние душа это это можно сказать обложка человека это не внутренний человек в тумасе клипа снега что в дворах бетели они боялись и дару охара что в клипе зур в нерве в немецкеде лейл он не начинает но не разум который в душа махаршем девушту соборус что гам шейтин а меор захел медабарке поскольку что это глупости это пустикам и глупости люди тоже могут говорить их то есть когда я валяю дурака я напачкаю чего-то я становлюсь грязным где? на поверхностно моя душа на костюмчик попачкать да на поверхностно валяется дурака не на что на витер да а когда махаршем кэн кэн бхохмой саум и сэв дигилулим а когда я учусь не в риске а мудрасти умал би шумэтамэ бхинас хабад шебенавшей мэй напачка имца мудрасти которые в божественной душа они кнам зарабатывать работать он умеет применять их самим знания для всевишны и для его учения торо и везаута мошала рамбам варамбан вазал висьотан шаскубэм и поэтому рамбам и рамбан два очень великих мудрецов и их подобной им подобной они занимались этих мудростей теперь вернемся к вашим вопросам что такое нееврейские мудрости все нееврейские мудрости это все что не написано автором это математика алгебра физика биология химия впрочем все мы не говорим а учить теологию это запрещено учить христианство зачем не нужно это не наша не наша проблема то есть идола поклонничеств манил заучит а что да когда человек учит математика ради чего своим удовольствием это нельзя если человек учится физика ради чего своих удовольствий не надо если человек учится биология ради своих удовольствий не надо это не надо просто не надо почему когда человек занимает своего разум и мозг вместо того что ее нагружать во святое знание тору он нагружает и занимает его напачканные мудрости которые попали клепотом клепотного форму мы клепотного это напачкает напачкает любую глубокая часть моя душа моя душа а это очень серьезная и грязь то есть получается что если это если я получаю просто удовольствие а если я не надо удовольствия меня нужно идти работать и поскольку что меня нужно идти работать я выбираю моего склада ума определенную профессию будь это инженерская профессия будь это врачевская профессия будь это другого и я иду целонаправленно учиться для того что потом кормить семья это не просто не разрешено а разрешено и это правило так надо дальше если человек учит это для того чтобы понятно например есть раввинов я знаком с несколько из них больших серьезные очередной которые учатся электроника почему они учатся электроника инженерский часть электроника потому что что сегодня очень много инструменты которыми пользуемся и в субботу и в разных положениях да и надо решение тору можно это применить в субботы и праздниках нельзя применить как можно применить как нельзя применить потому что отвечать этого к этому вопросу надо конечно большое знание втору соответствующий и второй неизбежно учить знания как это работает просто как это работает например в начало начало пятидесятые годы узнал что израильская компания цим такой компания на большая сегодня международная большая компания уже не израильская и совсем израильская цим это перевозка морозка перевозка больших кораблей работает в субботу и ребя поскольку что рядом был конкретно инженер по вы бы стой кораблей несколько лет работал в этом в штатах либо говорит что они понимают как как можно как как-то можно работать и ребя перечислил разные причины по которым не надо не надо ему рассказать что это не работа в субботу объяснил четко как это работает вот эта причина что надо учить инженерскую часть то же самое когда в америку больших синагогу поставили микрофон к ведущей молитвы и раввин что услышат его все да то будет красиво ребя говорил что это нельзя и ребя объяснял как работает микрофон и почему это нельзя также самое я знаком человек который изучал очень хорошо агрономия и биология почему это вопросы ашми то седьмой год можно нельзя это вопрос а урла третий год как работает как они играют выращиваются это работа это вопрос а келя керем смешанные продукты фрукты овощей это вопрос о кошелные животные каких болезней становятся не кошелные негодные какие болезни не считаются так как выращивают курица с их анатомии на витаминах которые их или вращаются в огромный птица за три-четыре месяца и как это перевращает их ноги в брак там нервы и так далее там то есть учится это для того что применять это в знание тору я только что говорит только что то есть получается что это применяется знание применяется для цену знание тору или например астрономия связано с описание календарь еврейский страна у меня звезды понимают как они работают тоже связано и так далее и так далее и так далее и так далее то же самое если это нужно для работу или это применяется где-то в учении тору из таких которые применяется математика в номерология это обучение буквы на цифрах и так далее тоже поменяется то есть или например как рамбам рамбам он очень интересный человек рамбам родился в испании на него он ощутил чувство изгнания из испании ушел не в его эра и было изгнание но он просто ушел ушел из испания в сторону марокко из марокко в египет в турции египет он был глав врача потом султана и потом он умер и похоронен в тверь и когда рамбам начал учиться медицина у него не было никакого нужда в это это мудрости для кормления семьи его был очень богатый брат которые задержали которые задержали его полностью когда он учил это не было никакого нужда для него но рамбам знал что ему это знание поможет где-то в жизни какие-то причины и он в этом был убежден поэтому он учил несмотря что сейчас не был вынужден в этом внужден в этом и действительно оказалось через время рамбам переводит знания медицину первый у него есть несколько книг по медицина который учится до сих пор был великий ученый кроме того он был врач самой султана салахаддин и он очень много и в котором он поменяется очень много вопрос в его книге по по медицина тоже знаешь знаешь ты говоришь это так печально знаешь самые самые лучшие жизни для многих людей ты же спортсмен это жрать что хочешь пить сколько хочешь лежать в кровати сколько хочешь и делать что хочешь в общем жизни а мы говорим им нет не надо почему потому потому что потом будет точно тоже с вами ты говоришь что тебя приятно вот это вот это вот это бил jeg simplicity я это приятно которые говорили тебя нет это неприятно тебя кажется что ему приятно но неприятно приятно держат к катеру говорить поэтому у тебя есть выбор 하게 траву что она знает как тебе надо жить. Или себе и жить как хочется. Выбор простой.